Самая первая моя, пожалуй, работа любительская. А вот такая вот. Этому миниатюрному кувшину уже более 45 лет. Еще в 9-летнем возрасте Геннадий Макрушин увлекся ювелирным искусством. После окончания Уральского училища прикладного искусства мастер стал работать ювелиром профессионально. Ну это нож, лезвие было готово, я его сам не делал. Рукоять сделана из рога. Обделано это все филигранью и камнями. А это одна из последних работ ювелира. Этот подарочный нож признан одним из лучших ювелирных работ области на конкурсе «Зердер Караганда-2013» в номинации «Авторское художественное оружие». По словам мастера, на его создание ушло несколько недель. Примечательно и то, что при изготовлении подобных ювелирных изделий Геннадий Макрушин использует лишь свое богатое воображение. Воображение нужно, это надо представлять. Я, например, давно уже не делаю по каким-то эскизам. Я представляю, ну сразу в голове и начинаю делать. Выкраиваю эти детали, когда из бумаги, когда просто сразу из металла. Ювелирное искусство для него не просто работа, а смысл жизни. 15 лет назад Геннадий Макрушин из-за диабета потерял обе ноги. Тогда он оказался на грани жизни и смерти. Меня выписали, когда из больницы, последний раз. Жене сказали, ну, говорит, месяца два, если протянет, то хорошо. Ну, лежал, помирать не помирал, ну и жить не жил. Ой, вспомнили старые меня заказчики. Один пришел, служил, срочно надо позарезать. Ну, пришлось вставать, садиться вот на колеса и работать, начинать. Ну, вот так вот, как сказать, воспрянул духом. Сейчас на счету автора несколько тысяч ювелирных изделий. И каждую работу по праву можно назвать произведением искусства. Например, это бронзовая стопка, изготовлена в стиле рококо. За основу автор выбрал морскую раковину. На ножке изобразил греческую сирену. Есть ювелирные изделия, выполненные и в национальном стиле. Вот это комплект. Вот зажигалка к нему, тоже со зверем. Звериный стиль, скифский. На создание одного ювелирного изделия ему требуется от трех дней до нескольких месяцев. Осложняет работу и то, что не все необходимые инструменты можно купить. Вот эти вот штихеля, называется, для гравировки. Разные этой. Это я делал все сам. Потому что купить, нет, их не купишь такие, как надо. А я, какое мне надо, я делаю уже сам. Большинство изделий ювелир изготавливает на заказ. В основном мастеру приносят лом из драгоценных и полудрагоценных металлов на переплавку. Говорит, чем сложнее заказ, тем интереснее работать. Но бывают и такие заказы, от которых ювелир наотрез отказывается. Одно время приносили медали, ордена, вот эти военных летом. Но я таких посылал. Потому что, ну, неприятно. Человек воевал, получил медаль за отвагу, допустим. Это же не просто так, что вот в магазине не купишь ему за какой-то подвиг. Сегодня Геннадий Макрушин признан одним из ведущих ювелиров страны. Неоднократно его работы были представлены на самых престижных выставках республики. И многие его уже называют человеком железной воли и золотыми руками. Искандир Байкенов, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.